Виктор Геннадьевич, подведены итоги очередного года реализации проекта «Бегом по Золотому кольцу». Проект замечательный, проект во многом имиджевый для Ярославской области. Очевидно, что организаторам в одиночку было бы и не справиться с реализацией столь масштабных задач. Какую поддержку сегодня правительство региона оказывает проекту? Вы правильно сказали, что проект с одной стороны имиджевый, но с другой стороны это проект, который сегодня решает очень важную государственную задачу. Это привлечение людей заниматься физической культурой и спортом на постоянной основе. Мы чувствуем этот вектор, чувствуем это желание со стороны многих слоев населения, это не только молодые люди. Сегодня проект привлек к себе и тех, кто начал бегать в возрасте далеко за 30, за 40, а некоторые за 60 лет. И мы этот проект позиционируем не как оторванный от правительства области, а как именно совместный проект общественной организации и правительства Ярославской области. Я знаю, что вы стояли как раз у истоков этого проекта, когда все только начиналось, когда эта идея фактически только вынашивалась. И вот сейчас такие результаты. Действительно, если немножко назад открутить время, то вот могу однозначно сказать, что проект «Бегом по золотому кольцу» — это отголоски этапа Кубка мира по лыжам. 4, нет, это было, наверное, 5 лет назад, пришли ко мне наши спортсмены, пришел Андрей Кричмара, который сегодня основной идеолог, сотрудники департамента физической культуры и спорта. Вот, пришли с идеей, а давайте будем проводить полумарафон Ярославля. Вот для меня тогда казалось немножко это неожиданным и странным, вроде где Ярославль, где марафон, это же все очень сложно. Но когда сели, разобрались, поняли все преимущества, которые сегодня имеет город Ярославль, это единственный фактически в мире марафон, который целиком проходит в зоне ЮНЕСКО, это вообще уникальная вещь. Мы подумали о том, каким образом это все обставить, как это все провести, очень хорошо легло на тему ГТО, потому что у нас не марафон, у нас событие, событие, которое популяризирует здоровый образ жизни, которое популяризирует желание заниматься физической культурой и спортом. И вот этот вот драйв, эта вся волна, это желание сделать что-то такое нестандартное родилось у ребят, и действительно мы тогда поддержали, и все получилось на самом деле. Но и хочу сказать, что вот те компетенции, которые были заложены при проведении этапа Кубка мира по лыжам, в том числе, они нам позволили на таком высочайшем уровне проводить и организовывать этот марафон. Какие сегодня еще преимущества есть у Ярославля, у Ярославской области, за исключением того, что Ярославль это центр Золотого кольца, за исключением всех достопримечательностей, которые отмечают все участники, когда бегут, особенно по ярославскому этапу, какие у нас еще преимущества? Самое главное преимущество наше это те люди, которые делают этот полумарафон, потому что дороги есть везде, и в общем-то есть, наверное, красивые места и в Суздале, и в Костроме, и во Владимире, но там нет тех людей, которые с таким желанием, с таким нестандартным подходом готовы реализовывать эти идеи. И основное наше преимущество это команда марафона. В будущем году Золотому кольцу юбилей, фактически одноименный проект. Какие мероприятия, может быть, уже сейчас есть идея, расширение географии? Это происходит ежегодно, но, может быть, следующий год станет знаковым и в жизни этапа в жизни проекта Золотого кольца. Знаете, Екатерина Дмитриевич однозначно сказал, что проект великолепный, будем поддерживать, развивать дальше, и сейчас наше общее желание сделать так, чтобы этот марафон был в каждом городе Золотого кольца. Нам осталось немного. Я думаю, что с поддержкой губернатора мы эту проблему решим. И Суздаль, и Владимир, и Иванова, и кто у нас еще остался из Золотого кольца, и Сергеев Посад включится в эту историю. Действительно, 50 лет Золотому кольцу, юбилейный год, замечательное мероприятие. Проект поддержан и в Центральном федеральном округе, проект поддержан общественной палатой, полпредом президента Центрального федерального округа. Я думаю, что эти города также будут в обойме марафона, и в следующем году это будет уже что-то более глобальное, что-то более яркое. И мы свою задачу решим, Золотое кольцо, вот в этом порыве желание бежать мы замкнем. Ну, конечно же, нельзя сказать о том, что проведение подобных мероприятий, имиджевые для региона, конечно же, и воспитывает интерес у молодого поколения заниматься, в частности, легкой атлетикой. Отмечается ли сейчас в области интерес у молодежи, идут ли в секции, потому что, например, на Ярославском этапе гостями были и Максим Тарасов, и Ярослав Рыбаков. Яркий пример для тех, кто впервые выходит на старт. Каких, в принципе, можно побед добиться в будущем, занимаясь спортом, на любительском, на профессиональном уровне? Вы знаете, по статистике посещаемости и записи в клубах профессионально занимающихся легкой атлетикой, я вам здесь однозначно пока не смогу сказать статистические данные. Но то, что по набережной стало бегать гораздо больше людей, это факт. То, что особенно весной огромное количество людей вместе с всей семьей, то есть и мама, и папа, и сын, становятся и бегут для того, чтобы поучаствовать в этом марафоне, это тоже факт. Но легкая атлетика – это королева спорта, то есть это то, что объединяет все виды спорта. Это не живет ни один вид спорта без легкой атлетики. Соответственно, в нашей команде и те, кто занимается хоккеем, футболом, волейболом – это все наша целевая аудитория. И, безусловно, это самый демократичный вид спорта. Мы говорим, что где-то нам не хватает спортивных сооружений и так далее. Но мы меняем сегодня парадигму, парадигму отношения себя к своему здоровью. Для того, чтобы быть здоровым, надо купить кроссовки, баллоневую куртку и пробежаться по нашей замечательной набережной. И мы понимаем, что ты становишься гораздо здоровее, нежели был. Ты предотвращаешь риски возникновения многих заболеваний. Ведь, говоря о модернизации системы здравоохранения и достижении показателей таких, как в Европе, мы четко понимаем, что если мы относимся к своему здоровью не так, как в Европе, то, соответственно, всего остального нам будет очень сложно достичь. И мы даем эту возможность, мы показываем, насколько это демократично, здорово, это популярно. Это в одно время, наверное, даже было зазорным бегать по набережной среди людей. Вы помните, по набережной ходили люди еще несколько лет назад и пили пиво. И человек в трусах и в майке, который пробирался между... Единичным экземпляром. Да, единичным экземпляром. И это сказалось, ну, он умалишенный, то есть это неправильно. Надо делать вот так. Сегодня поменялось. Сегодня люди выходят именно для того, чтобы бегать по набережной, а не пить пиво. А значит, мы достигаем своего результата. Ну, у нас целая команда Первого Ярославского, в частности, участвует в проекте «Бегом по Золотому кольцу». Еще один вопрос хочу вам задать. Может ли реализация проекта, успешная в дальнейшем, проекта «Бегом по Золотому кольцу, стать стимулом для развития того же туризма Ярославской области и открыть для этой отрасли, этой сферы экономики новой перспективы?» Вы знаете, на самом деле не может, а уже стало. Потому что, говоря о каких-то локальных победах, мы понимаем, что во время проведения полумарафона в городе, не только в нашем, мы были в Костроме, я ездил в Кострому в качестве, в общем-то, немножко в другом статусе, уйдя из правительства, я уходил в бизнес, и мы поддерживали также со своей стороны марафон, мы финансировали, понимая, что это на самом деле замечательный проект. И мэр города Костроме благодарил нас за это, говорит, у нас все гостиницы переполнены, то есть это здорово, люди приехали изо всех уголков страны, они приехали сюда пробежать, но они посмотрели и увидели замечательный город, и они дальше приедут сюда со своей семьей. И это не только спортивная история, знаете, приезжают для того, чтобы бежать, очень успешные люди. И первый фармацевтический завод, который был в городе Ярославля, принят, и было принято решение о том, что он именно здесь, он тоже возник благодаря спорту. То есть люди, которые очень любили лыжный спорт, они приехали для выбора площадки, а площадок много было, тогда были площадки в Калуге, но в те времена, когда они увидели, насколько у нас популярны лыжные виды спорта, какой у нас замечательный этап Кубка мира, это тогда была компания скандинавская, приняли решение однозначно в нашу сторону. Это тоже был дополнительный вот такой плюс для принятия решения. Поэтому приезжают люди очень обеспеченные, они видят, что здесь хорошо жить, что здесь прекрасная инфраструктура, что власть бежит вместе с тобой на этом же марафоне, да, и возникают простые человеческие контакты, это тоже большой стимул для принятия решений об инвестировании. Я благодарю вас за ваш ответ, за интересную беседу. Я благодарю вас за то, что вы очень активно включились в продвижение марафона, и, безусловно, ваша команда, думаю, на следующем марафоне покажет не только замечательный результат в эфире, но и на дистанции. Спасибо вам. Я надеюсь, и мы будем надеяться, что она будет расширяться, эта команда, и больше будет смельчков. Я напоминаю, сегодня в проекте «В тему» участвовал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин, и мы говорили о реализации в регионе проекта «Бегом по Золотому кольцу». Оставайтесь на Первом Ярославском.